Как за 10 лет с небольшим стать миллионером? Да вы ничего не подумайте, потихонечку и полигонечку люди заработали сотни, десятки, десятки тысяч, сотни тысяч и миллионы. Занимаясь водомерами? Просто какими водомерами? Чистопольскими. Да, мы там были и фильм там снимали, и ведь завод-то не просто работает, а работает на ура. Теперь про фирму Водомер. Не просто наша область с важнейшими филиалами, но и десяток областей до Байкала. И теперь про то, что ставим то. Вот он, тот самый водомер. Кстати, вот они, те самые счетчики. Вот газовый, а вот 450-рублевый. Для тех, кто не понимает, хотелось бы разобрать и показать. Но все кишки, все-все, сделаны на одном предприятии, в Чистополе. Здесь нет ничего из дешевого Китая, здесь все российское. Мало того, это крупнейший производитель счетчиков у нас. Другой вопрос, кто и как продает. Но водомер в качестве не разменивается. Водомеры по закону должны меняться каждые 4 года на горячей воде и каждые 6 лет на холодной воде. Значит, это постановление правительства и закон, который исполняют все граждане Российской Федерации. Даже больше, наверное, и Республики СНГ. У них одни и те же, в принципе, законы. Значит, почему на горячей воде счетчик служит в межпоездочный интервал 4 года? Потому что вода более грязная, активная и, соответственно, счетчик на горячей воде выходит быстрее из строя. Соответственно, из-за этого его требуют менять через 4 года. В отличие от холодного, который меняет раз в 6 лет. Вот эти счетчики, кроме всего прочего, я же вижу, что Битары производят еще и газовые счетчики. Это еще выгоднее? На сегодня, ну, в городе Магнитогорске, если сравнивать стоимость одного кубического метра газа и окупаемость этого прибора, то у некоторых людей он окупается через полтора года, у кого-то через два, через два с половиной. Но, в общем, выгодно ставить счетчики газа. У меня дома стоит. Вот. И газовый счетчик, он, конечно, дороже. Он стоит у нас 2250 рублей. Если будут коллективные заявки, будет скидка до 20%. На сегодня газовые счетчики устанавливают, к сожалению, только определенные службы, которые имеют лицензию. Мы продаем счетчики в свободной продаже. Вы можете у нас приобрести счетчики и через нашу же компанию заказать установку. У нас агентский договор с несколькими компаниями, которые имеют лицензию на установку газовых счетчиков. Ну и давайте посчитаем, в общем-то, собственно говоря, поставив ваши счетчики, сколько можно реально экономить на воде и на газу? Ну, многие люди думают, что установив приборы, они будут что-то экономить. Счетчик не экономит. Счетчик просто считает то количество воды, которое потребили. А экономить, дорогие граждане, придется вам самим. И сколько вы будете потреблять воды, столько вы будете платить. Сколько вы раз включите газовую плиту, столько вы и заплатите. Просто надо знать, что приборы учета, они стимулируют нашу экономику, экономить вообще все, воду, электричество, газ. И это в итоге приводит к колоссальным денежным средствам, колоссальной энергии, энергоресурсам экономим, когда устанавливаем приборы. Значит, счетчик газа устанавливается на 12 лет. Хоть он и стоит дорого, но вы его ставите один раз на 12 лет. Межповеречный интервал у него очень большой. Поэтому в любом случае газ окупится, вода тоже горячая, холодная, но тоже окупится. Потому что тарифы на воду сейчас, конечно, дорожают каждый год. А вот теперь про миллионы. Да, вот они. То, что вы видели вначале, это крытый рынок. Новый красивый павильон номер 03. Неслабенький такой магазинчик. Кстати, ну для справки. Ни одной продажи с недостачей не выявлено. А это другое место. И это очень большой выбор смесителей. Я бы даже сказал самый большой. Вот вам бесконечная панорама этих смесителей. Можно час ходить, а можно и два. И найти себе то, что надо. Я бы даже так сказал, учитывая цену того, что смешивает. Здесь вы на 100% найдете себе в любую хату, дом или коттедж. Это мы вам про смесители. А вот и батареи. И не обязательно импортнячие. Ну чем наши-то хуже? Народу нет, ну так мы это поправим. Вот, к примеру, еще один, скажем так, более прошоренный павильон. Здесь же, на стройдворе. Или, как бы правильнее назвать, в павильоне инженерной системы. При нас буквально принесли на обмен бэушный смесак. Получили деньжат, купили новый и пошли дальше. Да, конечно, хотелось бы, чтобы все кипело и шкварчало. Ну, а будет. Мы же не зря включили свою камеру, как только нас попросили.